Сейчас я нахожусь во Вьетнаме на фабрике изделий из Канги. Тут большинство структур, тут оригинальные произведения искусства и стоят очень-очень дорого так, что их даже, это авторские разработки, не даже, видите, запрещают снимать ни на камеру, ни на фотоаппарат, для того, чтобы не скопировали как бы их новые модели, именно их авторские разработки. Минимальное, что здесь стоит, любая самая маленькая скульптура из Канги, стоит минимум от 500 долларов. Теперь вот вьетнамцы придумали такой оригинальный маркетинговый код, который как бы мотивирует людей для того, чтобы они покупали и тратили большие деньги вот именно на эти скульптуры. Сзади меня находится доска как бы такого почета, да, так как это коммунистическая страна. Это те люди, которые заказали здесь на какую-то определенную сумму, заказали именно их работы, да. И поэтому они повесили вот эти работы, повесили на этих людей фотографии с ихими заказами, которые потом доставляются из Байкарга в их страны, повесили вот на эту доску почета. И это сыграло какую-то определенную роль в том, что люди захотели заказать эти скульптуры, и чтобы их фотографии, когда остались на этой фабрике, как бы на такой доске почета, чтобы видели две туристы. И вот эта та фишка, на которой признание, да, именно признание, которое как бы мотивирует людей еще тратить деньги или память. Та фишка, на которой признание, да, именно признание, да, именно признание. Та фишка, на которой признание, да, именно признание, да, именно признание. Та фишка, на которой признание, да, именно признание. Продолжение следует...